Сегодня стало известно, как поделят Карагандинскую область. Два района, Жана-Аркинский и Улытауский, и три города войдут в новую Улытаускую область. Большая часть останется в Карагандинской. Это семь районов и шесть городов. За такое распределение проголосовали депутаты Маслихата. Напомним, президент предложил создать новые территории, так как необходимость в этом назрела давно. Как к этому относятся жители регионов, узнавала Людмила Батюшкина. Жители Жизказгана еще пять лет назад просили отделить их от Караганды. Жизказганцы уверены, что после разделения областей у них будет самая высокая средняя зарплата работников предприятий по стране. И ждут толкового Акима. Посмотрите, у нас в последнее время в Жизказгане и в городе Садпаев резко снизился бюджет региона. Хотя, можно сказать, образующая предприятие Казахмыс, она выше 100% показывает, по показателям шла. Но в то же время налоги уходили в Караганду. В Улытаусской области останутся только два района – Жанаркинский и Улытауский. Города Жизказганцы от Паев и Каражал. И всего 227 тысяч человек. Тогда как в Карагандинской области семь районов и больше миллиона человек населения. За такие границы сегодня проголосовали депутаты Маслихата. Неоднократно этот вопрос смотрелся соответствующими министерствами, отраслевыми, министерствами экономики, вопросы регионального развития. А также, в первую очередь, с учетом мнения жителей самих регионов. Улытаусскую область хотят сделать историческим и туристическим центром. Тимур, Тахтамыш, Едыге, Жоши Хан, старший сын Чедгис Хана. Здесь основывалась Золотая Орда. Поэтому он должен быть центром, одним из центров Казахстана. Улытаусский район самый большой в Казахстане. По мнению жителей, там три большие беды. Почти нет водоснабжения, разбитые дороги, безработица. Расстояние огромное. Без воды не может развиваться сельское хозяйство. С образованием отдельной области люди ждут решения всех наболевших проблем. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация. Академия. Академия.